В начале было вот это вот все. Компании-конкуренты, скороделы и мыслители попали на необитаемый остров. Теперь их руководители пытаются справиться с изменениями и превратить сотрудников в настоящую команду. Какие еще проблемы их ждут? Смогут ли они выбраться с острова или останутся там навсегда? Самарина книгу Олега Замышляева «Матрица перемен. Как повысить эффективность изменений в компании». Часть вторая. Подпишитесь на канал и станьте частью сообщества номер один о полезных книгах в Ютубе, каждое видео экономит вам минимум неделю обучения. Инсайт третий. Сопротивление изменениям неизбежно. И важно понять его причины, чтобы с ним справиться. Максим Петрович вроде бы своим скороделом все объяснил. Да, объяснил так, что у них вопросов еще больше стало. И даже буй не сильно помог. Из-за этого сопротивления дело дальше не двигалось. Максим Петрович поплевался. Сначала мысленно, потом не очень. И все же признал, что сотрудников может волновать не совсем то же самое, что его самого. Решил организовать новое собрание, чтобы все вопросы там задавали и мнения свои высказывали. И даже план позволил корректировать. В общем, вынужденная демократия. С теми, кто особо сильно сопротивлялся, Максим Петрович потом беседовал отдельно. Понимал, что их беспокоит, направлял на истинный путь. Но один менеджер ничего слушать не хотел. Всяческий движению вперед сопротивлялся и подрывал командный дух. Максим Петрович, хоть и ценил его, рисковать общим делом не стал. Отправил его на другой конец острова ракушки собирать и выкладывать из них. Пожалуйста, помогите, сами мы не местные. Сергей Сергеевич сразу этот уровень сопротивления преодолел, потому что работал совместно с каждым членом команды. А вот со следующими уровнями так легко справиться не удалось. Но не нравилось команде сидеть на каком-то острове без компьютеров, кулера, кондиционера и даже Инстаграм. Пришлось и Сергею Сергеевичу новую беседу с командой проводить. Сначала поговорил отдельно с каждым сотрудником, выяснил, что кого беспокоит, почему. Постарался всех успокоить, каждого своим способом. Подчеркивал, что команда уже приложила усилия для того, чтобы обойти конкурентов из скороделов. И обидно будет бросить все на полпути. А еще у мыслителей обнаружился самый сложный уровень сопротивления. Когда не нравится кто-то конкретный. Страшно подумать, это был Сергей Сергеевич. Но он сам, Маша и все остальные руководители честно признали, что люди здесь оказались по их вине. И пообещали еще больше рука об руку со всеми во имя общего блага работать. С самыми обеспокоенными лично поговорили. Всю необходимость совместного труда еще раз обсудили и напомнили, что без него к обеденному перерыву в Старбаксе никто не вернется. Так что положение нынешнее надо принять и все усилия, чтобы из него выйти, приложить. Время шло. Компании на острове так обустроились, что начали планировать еще более амбициозное будущее. Собирались понастроить домов многоэтажных, рынок обязательно открыть. А там, глядишь, и банк, и общественный транспорт, ну или без них, так тоже прикольно. И конкуренты уже вроде не такие конкуренты, расторговать можно и совместно ресурсы распределять. А к мыслителям даже те двое ребят с бревнами вернулись. Не доплыли, наверное, до другого светлого будущего. Но вдруг, в общем, аккурат через год какие-то спасатели приехали. Долго ругались на своем неизвестном языке, а потом начали грузить всех на свой корабль. Само собой, домой возвращаться никто уже не хотел. Там тещи, ответственность, магнитные бури, рептилоиды. А тут уже все налажено, живи не хочу. Но руководители, Сергей Сергеевич и Максим Петрович, напомнили и про бесплатный Wi-Fi, и про душевный обед в Старбаксе, и про кулер с чистой водой, и даже случайно про обещанные премии ляпнули. Вернувшись домой, скороделы с мыслителями побрились, помылись, да разбрелись по своим старым офисам. Но знания и опыт, полученные на острове, видимо, пригодились. Сомнительный экспорт картошка-батата решили оставить в прошлом. Островов-то в океане много, а сотрудников терять на все острова не напасешься. Компания Сергея Сергеевича занялась обработкой древесины и выращиванием фруктов. А компания Максим Петровича стала рыбу в магазины поставлять. Да всякую красоту из ракушек производить. Они же там на острове их столько насобирали, что можно было новый остров в океане насыпать. Новые ниши, новый уровень бизнеса и новый стиль работы с командой – вот результат применения «Матрица перемен». Хотите подробнее разобрать все особенности внедрения изменений? Тогда авторский курс Олега Замышляева «Управление изменениями» создан для вас. Интересные кейсы и подробные примеры. Кратко и по делу обо всем, что помогает управлять изменениями. И по традиции мы поможем получить полезные знания бесплатно. Расскажите свою историю о том, как вам пригодился инсайт из видео на нашем канале и к каким изменениям это привело. Мы выберем три лучших комментария с вашими инсайтами, авторы которых получат годовой доступ к курсу «Управление изменениями». Полные правила и ссылки под этим видео. Желаем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok